Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию сибирского и дальневосточного федеральных округов среди юношей и девушек старшего возраста впервые на этой неделе состоялись в Искитиме. Наш репортаж с официальной церемонией открытия продолжит выпуск. Добрый вечер, Искитим! Добрый вечер, Сибирь! Здравствуй, Россия! Добрый вечер, Искитим! Добрый вечер, Россия! Добрый вечер, Искитим! Организаторами этого масштабного и зрелищного соревнования выступила Федерация фигурного катания на коньках России, Региональная общественная организация Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области и Департамент физкультуры и спорта Новосибирской области. Соорганизаторами зонального первенства России стал гостеприимный уникальный ледовый дворец «Арена-300». Мы говорим огромное спасибо администрации города Искитима! Привет, друзья! Фигурное катание – это лед, это скорость, это легкость, это демонстрация человеческих возможностей. И в то же время это настоящее искусство. Это бесспорно красивый и зрелищный спорт, помогающий самовыражению и творчеству. Фигурное катание – это настоящее зимняя сказка! Трибуны были переполнены зрителями и болельщиками, прибывшими увидеть впервые в истории Искитима соревнования по фигурному катанию и сразу столь высокого уровня. С тобой мы, Россия, победу узнали, узнали мы славу твою. Спорт-Океана надо только побеждать, братья Олимпийские вершины не предмет нас. И, конечно, всей душою понимать, мы с тобой, российские спортсмены. Парад флагов на церемонии открытия – традиционная и зрелищная часть программы, после которой на лед под бурные аплодисменты были приглашены официальные лица. Главы города Искитима и Искитимского района и мэр Новосибирска, заместитель департамента физкультуры и спорта Новосибирской области, президент спорткомплекса «Кристалл», президент Федерации физкультуры и спорта Новосибирской области и другие. В их присутствии торжественно и эффектно на льду выстраивались делегации участников зонального этапа первенства России по фигурному катанию сибирского и дальневосточного федеральных округов. Делегация из Сахалинской области, Красноярского края, команда Новосибирской и Омской области, Приморского края, республики Саха и Якутия, Томская область и Хабаровский край. Наш парад участника на льду группа счёта подоплодисменты арены «Трибина». Со словами приветствия и поддержки к зрителям, болельщикам и спортсменам обратились почётные гости. Сегодня буквально на наших глазах творится спортивная история нашего города. Никогда ещё город Низкикин не принимал соревнования подобного уровня по сильным видам спорта. Я верю, что недалёк тот день, когда на нашей территории будут проводиться соревнования и всероссийского уровня. Желаю всем спортсменам показать всё, на что вы способны. Жителям города и гостям города получить удовлетворение от турнира. Занимайтесь спортом, будьте здоровы! Парагейские гипцы, я искренне хочу, по-первых, поздравить вас с замечательным залом, с льдовым дворцом. И действительно, строители здесь постарались для первой разной площадки и должен отметить техническую оснащённость, великолепие украинского удобства. Вы молодцы! Я хотел бы также отметить, что с того момента, когда Федерацию фигурного катания возглавил Александр Тарасов, депутат Совета, депутата города Новосибирска, председатель комиссии, как раз по спорту, Рассвитие фигурного катания в Новосибирской области, не только в городе, пошло резкими темпами вперёд. И вот в сегодняшних соревнованиях такое яркое свидетельство. Приехали ребята-спортсмены не только из Сибирского федерального округа, но и из Дальнего Востока. Мы вас приветствуем всех гостей нашей земли. Дорогие ребята, я желаю вам показать сегодня красивое катание. Я уверен, что вот эти два дня соревнования, вы проявите им лучшие свои качества, своё мастерство. Пусть победит Сергей, но каждому из вас я желаю близойти к самому себя. Позвольте от имени руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Александровича Ахапова поприветствовать и поздравить вас с сегодняшними соревнованиями. Очень здорово, что этот этап переса России Сибирь-Дальний Восток проходит именно здесь, у нас, в Новосибирской области, в городе Искитин. И мы в прошлом году отмечали 30-летие этого города. И подарок этому городу сделал Виктор Алексеевич Голубев, который построил этот замечательный объект, и мы в прошлом году его отрывали. Я думаю, развитие этого спортивного комплекса достало большой толчок в развитии фигурного катания в Новосибирской области. Всем участникам я хотел бы пожелать безкомпромиссной борьбы здорово, что вы приехали в эти прекрасные соревнования. Я надеюсь, что это будет вас в определенный этап для соревнований более высокого уровня, чтобы болельщики напитались положительными эмоциями, чтобы спортсмены выступили без страха, и пусть победит сильнейший. Хотел бы кискидинцам и всем жителям кискидинского района приобщаться к данному виду спорта, так как этот вид спорта прежде всего олимпийский. И для того, чтобы попасть в наш музей олимпийской славы, я хочу, чтобы вы пришли попробовать, чтобы через несколько лет кто-то из кискидинцев там украсил наш зал. Главный судья соревнований дал старт первенству России, объявив его открытым. По окончании официальной торжественной части состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и спортсменов-фигуристов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соревнования проходили с 15 по 17 января. Более 50 спортсменов из городов Сибири и Дальнего Востока под пристальным взором порядка 30 судей из разных регионов России выдержали испытания и прошли отбор на следующий этап первенства России по фигурному катанию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это вся информация. Пусть душевное тепло согревает вас в зимние крещенские морозы. А я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok